Микс Ньюс Программа слушателей «Радио Болтком». Начинается программа «Синема». Мы встречаемся с вами в первый раз в этом году и поговорим, конечно же, о уже первых наградах, которые нашли своих обладателей. Поговорим о том, что в ближайшее время нас будет ожидать, какие номинации. И, конечно, чем порадует киноманов кинотеатр «Сплендед Палас», поскольку это то место, где можно посмотреть европейское кино, но редко в других кинотеатрах его можно увидеть. И любители европейских фильмов, не только европейских фильмов со всего мира, они, конечно, знают о том, что именно здесь всегда какая-то особенная программа. И сегодня в нашей студии и на критиках, художественный руководитель, можно сказать, программ, представитель программ Дайра Аболыни. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. И, насколько даже я могу сказать, знаю не только фильмы, но и прямые трансляции происходят в «Сплендед Палас», и это тоже возможность посмотреть и оперы, балеты, и в ближайшем времени даже и спектакли тоже. Да, это правда, да. 8 февраля первый раз будет такая возможность посмотреть спектакль Евгений Онегин, уже обладатель «Золотой маски», он будет на большом экране. Вот такой эксперимент мы будем смотреть именно, вот надеемся, что и как бы не только латышская публика, но также и русская публика нас поддержит, поскольку спектакль как раз на русском языке. Так что, вот обращаем внимание, 8 февраля. Ну, а между тем, вот вручили буквально недавно «Золотые глобусы» и буквально, по-моему, день назад объявили номинации британской киноакадемии «Бафта», и, по-моему, на этой неделе должны объявить номинации на «Оскар», если я не ошибаюсь. По-моему, на следующий. В общем, где-то вот буквально в самое ближайшее время, то есть вот всё уже вот идёт буквально к финишу. Все награды, все бриллианты кинематографические вот в одно и то же время. И, естественно, вопрос, вот что мы уже могли посмотреть и что мы сможем посмотреть из тех фильмов, которые отмечены наградами, ну или были выдвинуты на премию «Бафта» и «Золотой глобус». Вы знаете, как раз ситуация очень выгодная, очень такая радостная, потому что очень много, чего зрители уже видели, и в данный момент даже пять фильмов из ведущих фильмов тоже ещё в репертуаре. И, при том, мы некоторые фильмы ещё ждём вот в самые-самые ближайшие дни. Вот, скажем, уже пятница выходит 1917. Ну, 1917. 1917. 1917, и также мы уже в середине февраля ждём «Lady in the fire». Да, это портрет «Девушки в огне», по-моему, так его перевели. Да. Тоже такая очень необычная история. Была номинирована на «Золотой глобус» также, и в конце февраля уже будет «Джуди», которой Рене Зелвегер получила уже «Золотой глобус», и опять вот мы видим в списке, что она претендует на «Бафту», и, значит, это уже как бы уже такой намёк, что, наверное, она появится и в списках кандидатов на «Оскар». Так что вот как раз эти самые-самые новые фильмы, которых мы ждём, но в данный момент ещё можно успеть. Вот, скажем, феномен корейского фильма «Паразит» — это вообще как бы вот именно феномен глобальный, потому что на корейском языке с субтитрами, но очень-очень лёгкий, прекрасный и на самом деле очень оригинальный триллер про неравенство, социальное неравенство и про остроумный и, конечно, и, ну, такой чуть злой, может быть, даже не чуть, но такое отношение к людям, которые более богаты. И вот бедные берут банк, скажем так, на этот раз они берут дом богатых и там начинают жить. Знаете, это, ну, на самом деле такая, может быть, даже такая притча, когда ты смотришь, конечно, это не совсем реальные истории, но, ну, как посмотреть, конечно. Но вот фильм, который, ну, даже не знаю такого случая, когда этот фильм появляется сейчас во всех списках года, фильм уже выиграл в этом году уже главные европейские призы, так он уже был в Каннах. Да, в Каннах он прозвучал. И самое интересное, что действительно это, наверное, феномен такого, я не знаю, ещё вот фильма из Южной Кореи, который бы произвёл такое, ну, ошеломительное впечатление по всему миру. И, конечно, вот «Паразиты» – это один из самых популярных сейчас фильмов мирового проката. Интересно, что и в Латвии его тоже так поддержали. Да, очень поддержали. Так что даже удивились и очень, конечно, радостно удивились, что люди готовы вот так смотреть. Чуть-чуть всё же трудно смотреть такой фильм, поскольку актёры неизвестны, что мы все любим. Известны имена, известны лица. Здесь никто, никого мы не знаем. Мы смотрим просто на историю, и история нас просто вот держит почти пару часов. Да, и самое главное, что этот фильм очень легко меняет настроение, жанр, то есть в нём повороты сюжета, которые вот… Никто не может предугадать. И это вот то смешно, то становится грустно, то страшно, то есть он как-то так вот манипулирует буквально зрителям. И что самое интересное, вот что мы смотрим и на «Золотой глобус», и также на «Бафту», вот единственный иностранец в коллекции режиссёров, который в этом году претендует на статус лучшего режиссёра года, там американцы и британцы, и корейский режиссёр за «Паразита». Ну, я не знаю, будет, конечно, интересно, может ли он переиграть великого Сэма Мендеса или Квентина Тарантино, или Мартина Скорсезе, или Тодда Филиппа, но, конечно, он стоит в этой пятёрке. Я думаю, этот человек, режиссёр, он как раз сейчас… у него может быть звёздный удар, я думаю. Так что такого не бывает часто, хотя режиссёр выдающийся и прекрасный, но всё равно такое не происходит, когда тебя ставят рядом с этими именами, которые знает каждый, 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 который ходит в кино, и вдруг они должны выучить фамилию Бонг Юнг Хоу. Ну, или примерно так, я, может быть, не очень точно произношу корейский язык, не знаю. Ну, и ещё удивительный момент, который, ну, становится уже для нас реальностью, что фильмы, которые снимались как будто бы для телевизионного экрана, то есть, ну, вот для стриминговых сервисов, Нетфликса, они претендуют абсолютно на равных, играют с такими большими фильмами киностудий голливудских, и у них примерно, если не больше бюджет, по-моему, «Айришмен», «Матерландец», «Мартина Скорсезе», там, по-моему, под 200 миллионов уже говорили, что бюджет совершенно сумасшедший. Это кажется, что уже не телевизионное вообще-то кино. Но и вот «История брака», «Марияж-стори» – это тоже одна из картин, которые создавались для Нетфликса, и эти фильмы, или «Два папы», это тоже всё вот то, что сейчас на равных играет на одном поле. Да, ну, вы помните, как это было в прошлом году, когда первый раз «Куарона», фильм «Рома» попал в этот список лауреатов, там, в Венеции выиграл, и был такой, ну, почти скандал, что происходит? Уже, ладно, хороший режиссёр сделал фильм для маленького экрана, ну и что? Ну, теперь нужно из-за этого весь стрим большого кино, теперь как бы такое уже почти, не знаю, почти скандал по поводу этого. Ну, а в этом году уже абсолютно спокойно, уже на Golden Globes уже три фильма из пяти в драматической, лучшей категории, категории лучшего драматического фильма, уже три фильма, ну, то есть стримингов, то есть это очень много, и уже как бы только разговор уже о том, что, может быть, как-то из, ну, в каком-то варианте их всё же в каких-то кинотеатрах сделать им премьер, и в государствах, я знаю, что и в Италии так делали, и в других местах. Вот у меня сразу вопрос, будет ли такое в Латвии, вот насколько… Да, мы, я думаю именно про это, но нужно понять, какие их условия, опять Латвия такая маленькая, чтобы сделать исключение для маленького государства, это не то, что сделать исключение для Франции или для Великобритании, или для Италии, это другое, но, конечно, это путь, мы видим, как оно происходит, и при том про «Айришман», скажем, «Айришман» в Европе в нескольких местах вышел, на большом экране, конечно, только в нескольких сеансах, но фильм длиной 3,5 часа, многие из нас уже это смотрели, конечно, и в Нетфликсе, и это не совсем, ну, то есть логичный сеанс, то есть или там должен быть небольшой перерыв, или там должно быть как-то по-другому, ну, то есть весь вечер один фильм, или весь день один фильм, и то есть как строить эти сеансы, это как бы абсолютно новая задача для всех, но кто-то уже, по-моему, и пробовали смотреть на большом экране, конечно же, Мартин Скорсезе сделал всё, чтобы это выглядело за, сколько вы говорили, 200 миллионов, да? Да, по-моему, около 200 миллионов. Да, 200 миллионов, так что, конечно, фильм смотрится хорошо и на маленьком экране, и на большом, но мы должны иметь в виду, что профессиональные кинорежиссёры, они всё же понимают, что значит малый экран. Это больше крупных планов, это больше деталей, то есть как бы и общие планы, там самое малое – это средний план, который очень, ну, как бы не так читается на малом экране, так что, конечно, это они имеют в виду, и, ну, конечно, актёры тоже, то есть такие крупные планы, как даёт малый экран, и если его увеличить там сто раз, скажем, то это, конечно, ну, такой, конечно, удар по актрисам, скажем так, но, да, это абсолютно, я должна сказать, что открылась абсолютно новая эра во всех смыслах, потому что все как бы уже должны мыслить более глобально, должны вообще решить, какой экран они даёт приоритет, то есть большой экран должен смириться с тем, что вот существуют эти малые стримы, которые, малого экрана, которые можно пустить на большой экран, а может быть люди всё же выберут свой большой экран дома. Сейчас уже как бы этот выбор за теми, которые любят кино, слава тому, что всё же люди хотят выйти из дома. Вот теперь уже будет разговор о том, хотим ли мы выйти из дома и посидеть вместе с друзьями и смотреть это на большом экране, там вместе поговорить до фильма, после фильма, то есть не знаю, может быть там, и также подключить какое-то там, не знаю, может быть вечеринка после этого, может быть музыка, может быть обед, то есть уже как бы или вечер в кинотеатре, или вечер в опере, или вечер в национальном театре, это уже как бы такой серьёзный выбор, это уже не так, ну нечего делать, давайте два часа посидим. Но ведь есть, мне кажется, преимущество кинотеатра в том, что действительно, во-первых, это большой экран, во-вторых, это то, что… Ну звук. Звук прекрасный, это возможность, ну если мы включаем телевизор или, ну даже вот какой-нибудь стриминговый канал, нам предлагают там несколько тысяч фильмов. Кинотеатр как бы делает выбор за вас, но он выбирает действительно что-то лучшее, самое значимое, то есть когда вы идёте, это как будто бы ещё гарантия, но того, что вы не ошибётесь, и не увидите проходной фильм, и когда мы все собираемся, действительно это повод для обсуждения, то есть это фильм, ну то есть вот когда мы… Это фильм, который становится событием, вот понятно, что в этом месяце мы обсуждаем один-два фильма, ты смотрел этот фильм, обязательно надо сходить посмотреть, то есть это вот, это тоже что-то, что предлагает кинотеатр. Ну конечно, это как бы ответственность больше и больше на плечах тех людей, которые отбирают программы для кинотеатра, потому что, ну то есть, уже играет роль репутация, то есть мы верим, что они выбрали именно то, что вот в этом месяце, в это время самое важное для зрителя – смотреть на большой экран, то есть как бы уже, как в какой-то мере, это так работают фестивали, также большие фестивали, когда ты веришь, ты не знаешь иногда фильма, не знаешь иногда режиссёра, но ты веришь. Да, ну если Берлинал отбрал этот фильм, ну хорошо, не могу попасть там на Квентин Тарантино, пойду там на, не знаю, латышеского режиссёра, маты и скажи, и посмотрю, ну что же там такого, если Берлин это отобрал. Поэтому, конечно, репутация, место, где ты показываешь, и атмосфера этого места, и также, и регулярность показов, и регулярные качества, ну то есть фильмов, которые там выставляются, то есть такого проходного уже как бы нельзя почти ставить, потому что, ну ты как бы можешь подвести своих зрителей, которые пришли в этот вечер как бы праздновать, праздновать то, что я вышел, что у меня есть возможность, есть вечер смотреть кино. Так что, да, это уже другой мир, другой мир. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, прервёмся, и после чего продолжим программу «Синема» Дайра Аблэня, художественный руководитель Splendid Palace и кинокритик в нашей студии. Ну а мы продолжаем программу «Синема», и напомню, что Дайра Аблэня, кинокритик, художественный руководитель Splendid Palace в нашей студии, мы говорим сейчас и о тех фильмах, которые можно посмотреть из текущего репертуара, из ближайшего, что ещё можно успеть застать на большом экране. Ну и вот мы как раз говорили о том, что вот фильм «Маяк», «Лайтхаус», который был одним из таких самых, пожалуй, посещаемых, наверное, невозможно было, сайт-билеты на Рижском кинофестивале, тогда очень много было разговоров об этом фильме, все-все хотели его посмотреть, и сейчас вот я понимаю, что и будет ещё возможность, кто не успел, кто не попал, это сделать. Да, это вот уже 11 января, есть такой сеанс в выгодном времени, 18 часов, когда этот фильм будет показываться, посмотрим, ну, по посещаемости, в данный момент кажется, что, может быть, придётся даже ставить ещё какой-то сеанс, но мы, конечно, приглашаем людей не опоздать, потому что, как бы, да, фильм очень любопытный, с великими актёрами, чёрно-белый, уже это такая новая, новая, не новая, но уже как бы классическое, классическое чёрно-белое кино, как мы знаем. И вот классический формат его, такой, да, 6 на 8, вот такой вот кадр построенный, то есть, в котором снимали и работали классики европейского кино, и фильм такой очень, ну, не мейнстримовый, необычный, и, конечно, требующий от зрителя, ну, какое-то сопереживание, содействие. Да, и при том, я очень бы хотела всех пригласить, не пропустить последний фильм Аня Эзварда, он и как, ну, к сожалению, он такой, как уже, ну, да, она сама сделала такое обобщение своей творческой жизни, это очень трогательно, и очень, очень также и умно посмотреть, как режиссер сама уже в возрасте, это, фильм был закончен только в прошлом году, в феврале, его показывали в Берлине, и она еще участвовала, к сожалению, уже весной ее не стало, но фильм такой, если, скажем, вы интересуетесь историей кино, вот получить историю новой волны и эстетического, эстетической эволюции этой женщины, прекрасного режиссера, это такая большая возможность, при том, у нас, мы будем пробовать такой, до сих пор неиспользованный формат, когда известные люди придут и будут комментировать свое отношение к творчеству, не только к Анье Эзварде, но вот именно как они находят творческое такое вдохновление, и вот на открытии этого фильма выступит Дейтери Этума, она, конечно, очень хорошо знает и Анье Эзварда, но она как раз и скажет несколько слов о том, что значит быть творческим кинокритиком, что значит быть творческим человеком, который пишет о кино, и при том, 25-го уже января, это тоже субботу, в 12 часов придет Моника Пормале, это великий сценограф европейского уровня, работает с Хармонисом, и также сделает очень удачный и схваленный спектакль Путвейни в Национальном театре, то есть будет разговор о том, вот театральность, как она играет, как с ней можно играть, мы знаем, что Анье Эзварда, она всегда играла как актриса даже в своих фильмах, и она очень любила такие эффектные театральные выходки в своих и документальных, и в игровых фильмах, так что А вам, Дэр, удалось пообщаться тогда, ведь она же приезжала в Национальном театре, Да, это мои такие самые светлые моменты творческой жизни, когда я также встречалась с Аньей Эзвардой, и мы ее так полюбили, здесь как раз вот приз за вклад в мировую в европейское кино она получила в Splendid Palace в 2014 году, когда в Риге проходила европейские призы кинемографические, то есть призы Академии кино Европы, и это было так трогательно, она тогда общалась здесь и с Вимом Вендерсом, и с Агнешкой Холланда, и с нами, и была очень ласковая, и сама проверяла свой фильм на проекте, и это было так трогательно, когда такой классик приходит, скажет, я хочу посмотреть, как там в проекционной, там все ли в порядке, ну то есть конечно, она конечно и так и останется самой большой леди новой волны, почти, она говорила всегда, что я вот феминистка, но только потому, что я режиссером стала, там же никого другого из-за женщин не было в этой новой волне, во всяком случае такого уровня, как она, так что я думаю, что ну это будет такой трогательный, трогательный сеанс, когда мы сможем вспомнить и можем еще раз посмотреть и как бы оценить судьбу, оценить историю кино, и также пообщаться с прекрасными людьми сегодняшнего дня, которые будут говорить о своем творчестве и в том числе будут вспоминать Аниэс Варду. Так что вот это уже десятого, это уже эту пятницу, а как раз в этот день выйдет и фильм, который мы уже упомянули, 1917, Сэм Мендес, который уже как бы становится как бы самым главным фильмом года, вот конкурирует успешно, конкурирует с Мартином Скорсезе, его, насколько я знаю, специфика в том, что он как-то снят одним планом, да, и если, например, в Дюнкерке Нолана там, ну, первые, по-моему, там 10-15 минут, вот, это считалось это сложнейшим испытанием для режиссера, вот, настолько все подготовить, чтобы снять военную драму, вот, первые, вот, 15 минут, то здесь весь фильм снят одним дублем, и это, ну, то есть, какой-то спектакль, где срыв какой-то одной маленькой детали может испортить абсолютно все. И, кстати, как я уже упомянула, вся Латвия смотрит Двесель Путинс, который в какой-то мере, ну, то есть, тот же период исторический, и, конечно, интересно посмотреть, как молодой латвийский режиссер смотрит на войну, и как сам Мендес находит новый ракурс, новые возможности посмотреть на тему, которые как бы уже столько раз уже делали про военную судьбу человека, который воюет про военного, но все равно, конечно, если есть вот такой авторский почерк, который, конечно, имеет Сэм Мендес, это мы уже как бы все с пятницы будем, можем проверять, есть ли правы ли в Golden Globe и права ли BAFTA, и, наверное, же, этот фильм получит также и номинации на Оскар, так что будем надеяться, будем надеяться, что, ну, конечно, великие фильмы, в данный момент, я считаю, самый горячий период лучшего кино, именно англоговорящего кино, вот, также и Заяц Джоджо, прекрасный фильм, я была так трогана этим фильмом, поскольку он и комедия, и трогательный, и человеческий, такой антивоенный фильм, ну, просто такой с любовью сделанный фильм, который также очень ну, и со смыслом, действительно, с большим смыслом, даже трейлер, я не люблю смотреть трейлеров, потому что они всегда чуть-чуть обманывают, и этот трейлер, как раз он говорит, что это будет так, 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 там, чуть-чуть это, чуть-чуть другое, чуть-чуть юмор, чуть-чуть Гитлер, но на самом деле это очень серьезно, но в той же мере и по-детски так игра, такая воображение, но и реальность, там же рядом, как этот ребенок может пережить это страшное время, но, кстати, еще и есть возможность посмотреть самый, может быть, провальный фильм этого года, это фильм кошки, его не переводят, хотя фильм тоже, который создавался очень сложно, и три года откладывалось съемкой, и они искали правильный спецэффект, чтобы вот создать гибрид человека-кошки, но, к сожалению, это получилось чуть декоративно, чуть, ну, как-то чуть неправильно, может быть, можно сказать, как-то неэстетично, неэтично, вот правильно, даже эстетично, ладно, может быть, и просили бы мы, что кошки выглядят как люди, а люди как кошки, но, но этично там что-то не удалось, там нет, или какой-то ирония пропала, или какая-то, поскольку всегда же кошки мы в мире, когда кому-то удавалось смотреть этот мюзикл, не удалось, я был на вестенде, я видел его своими глазами, но, видите, я смотрела как раз эти кошки, кстати, в Москве, но бродвейскую постановку, и когда ты понимаешь, что этот разговор даже не о кошках, он же вообще о хирархии жизни, он же такой человечный, и вдруг как-то это теряется, это жалко, но что делать, что делать, такое бывает, я думаю, что это большая психологическая и финансовая драма для постановки этого фильма, потому что все же ждут хотя бы хотя бы хотя бы хороший результат финансовый также, но я не знаю, как они там продержатся, но бывает вот и такое. Музыка, музыка все равно Ллойда Уэбера потрясающая. поэтому это как раз один из тех фильмов, которые нужно посмотреть, чтобы понять, что как просто ошибиться, вот вы знаете иногда вот именно критикам судьба такая, что смотреть нужно и плохие фильмы. Зрители могут выбрать, но Ллойд Вебер, как вы говорили, там же проиграть все равно нельзя, но посмотреть, как дорого стоит ошибка, вот только такая этическая, эстетическая ошибка, все остальное все в порядке, все поют, все танцуют, балет, декорации, костюмы, все там в порядке, но все же ты как-то теряешь контакт с фильмом, потому что он не совсем уже актерский, он не совсем анимация, он как бы такой остается как бы между гранями художественного фильма и игра компьютерная, вот уже как бы чуть они ошиблись, но хотя многие люди выбирают это посмотреть, вечер, конечно, удался из-за того, что вы увидите эту визуальность музыкальную, скажем так, и прекрасное Потому что уже мюзикл действительно уже сошел с, ну его посмотреть уже невозможно, насколько я знаю, что его не, все эти постановки закрыты, а увидеть его в кино, услышать эту музыку, ну вот те, кому нравились Отверженные, Мамма Мия, Призрак Оперы, ну вот то, что вот эти мюзиклы знаменитые, которые переносили на киноэкраны, то есть если вы получали удовольствие, ну можно и посмотреть Кошек. Да, конечно. Кстати, в этом году я смотрю действительно ведь и Рокетмен, и Джуди, вот музыкальные фильмы, в которых актеры сами поют. Вот что меня именно поразило, что если в Богемской Рапсодии все-таки использовались, ну была фонограмма, то вот Тайрен Эджертон, который сыграл Элтона Джона, он пел сам за Элтона Джона, и это вот ну просто вот ну думаешь, ну это вот насколько должно быть, конечно, там вот где-то чуть-чуть другие аранжировки, чтобы ему было легче взять какие-то ноты, но тем не менее, это, ну я считаю, актерский подвиг, интересно будет посмотреть фильм Джуди, поскольку Рене Залвегер, которая пела в Чикаго, кстати, сама, будет интересно увидеть, как она сыграет вот знаменитую Джуди Гарланд маму Лайзе Минелли. Да, это будет прекрасно, я думаю. Но, кстати, я хочу и пригласить людей, которые любят классику. У нас уже вот сегодня вечером, сразу после вашей передачи, я пойду обратно в Splendid Palace, и мы будем откроем фестиваль, не фестиваль, а лекторий, который у нас называется аналитическим, он называется «Таскотунэдрэйхстэнэзэнат». И этот лекторий он как раз в этом году выбрал тему власти и кино, то есть в разных ракурсах. И там как раз люди, которые любят смотреть фильмы на большом экране, классику, даже если вы видели, вы можете прийти из-за того, что там будут прекрасные лекции перед этим и, конечно, большой экран. Так что вот этот лекторий мы делаем вместе с музеем кино. И вот два раза в месяц прекрасные фильмы. Сейчас попробую вам перечислить некоторые. и сегодня может быть те, которые бежат, решат, что нужно посмотреть фильм Коста Гаври 1969 года. Лектор будет Ян Спутнинч, он директор национальной киношколы в Латвии при культурной академии и он будет представить более-менее известный фильм «Зе». Кстати, я должна сказать, что в основном фильмы будут на оригинальном языке с субтитрами, так что многие фильмы будут иметь английские субтитры, так что очень приглашаю и людей, которые, может быть, не так хорошо владеют латвическим языком, может быть, поскольку лекция будет на латвическом языке, но фильмы, вот эти прекрасные фильмы исторические, там также и будет фильм Эрика Ромера, Маркиза фон О, будет Роя Андерсона, один из очень ранних фильмов шведской истории любви и также Виктор Фрейбергс, любимец, по-моему, моего поколения и даже всех студентов, которые когда-либо с ним встречались, он будет комментировать фильм Паулс и Паула Хенера Карлова, это немецкий фильм, так что, ну, да, менее известные фильмы, которые как бы дают новый ракурс в истории кино и для людей, которые постоянно интересуются процессом кино, это будет большая возможность посмотреть эти фильмы, потому что они не так часто появляются на экранах, они... Вот сегодня, кстати, был один из тоже фильмов, может быть, который не был так оценен Золотым Глобусом, но тем не менее, вот Европейский Европейская киноакадемия его отмечала, Болеслава, я имею в виду, Педра Альмадовара, вот сегодня уже он прошел, но я думаю, что он, наверное, будет еще в репертуаре, так что... Да, ну, несомненно, это один из самых прекрасных фильмов Педра Альмадовара, его почерк, его... в этом фильме даже такой отчет жизненный, да, такой... его эго чувствуется больше, чем предыдущих, может быть, фильмах, он... и он так... и прекрасный Антонио Бандерас, который тоже во всех списках обычно претендует на призы, главные призы года, вот, Годен Глобс он не получил, но я думаю, что опять это имя появится при Оскарах, так что, ну, есть, есть что посмотреть, и, кстати, я бы хотела обратить внимание русской аудитории именно на то, что у нас довольно постоянно показываются латвийские фильмы с английскими субтитрами, и также и с русскими субтитрами, нужно просто следить за программой, но если даже нет русских субтитров, скажем, вот сейчас уже 15 января выйдет на экране новый фильм Вестура Кайриша, который хорошо известен в Латвии также и русской аудитории, также и в латышской, поскольку он работал и в русском театре, и в опере, и он сделал фильм, который называется «Город у реки», и он, фильм будет на на нескольких языках, то есть также и на русском, на еврейском, на идише, на латвийском, латышском и на латгальском, и вот такая смесь разных национальностей, которые жили в прошлом веке, то есть в 20 веке, между войнами в Латвии, они, как они эти культуры между собою перемешались, и как эти люди жили, пережили серьезные и страшные времена, и все же жили своей простой человеческой жизнью, любили друг друга, там в центре фильма как раз любовная история молодого парня, который, ну, можно сказать, он маляр города, который все время должен подчиняться тем, что меняется политическая элита, политическая политика меняется, и нужно менять и названия, улицы, краски, которые выбирают новые политики, и так далее, и, ну, такая очень любопытная история, которая будет милая для всех, которые чувствуют Латвию как многонациональное государство, которое как всегда так и было, да, мы здесь как-то в разные времена ну, то есть, как бы по-разному относились, но этого не исключить, что здесь была и русская диаспора, и еврейская диаспора, и все они жили рядом, и любили друг друга, и также создавали разные совместные ну, магазинчики, и проектики, и как в то время так это не называлось, но, то есть, я желаю, мы бы были очень рады, если бы русская аудитория больше, как бы интересовалась, и вот и в национальном кино, вот до сих пор можно посмотреть и Двесель Путенес, который часто показывается и с английскими, и с русскими субтитрами, и эти, в данный момент латвийское кино имеет большой подъем, и есть очень уже серьезные конкурентные фильмы, которые могут быть показаны и поняты, не только национальному узкому кругу людей, но также и в Европе, и я думаю, что они могут быть очень интересны для людей, которые здесь, в Латвии, или учатся в университетах, скажем, приезжие, студенты, русские, а также и люди, которые здесь родились, и прожили свою жизнь, и у них есть свой опыт, и свои друзья, и в Латвии, и латыши, и нелатыши, так что это интересно, я очень советую, и вот фильм молодого режиссера, который Карлес Лессинч, который сделал такой фильм про Измисомс, как это будет на русском? Так, Измисомс, ну, фильм, да, но молодого режиссера про 30-летнего молодого мужчину, который впал в депрессию, такая психологическая драма, про то, как тебе жить, если ты вдруг чувствуешь себя как-то некомфортно в своей жизни. Карлес Лессинч, вы знаете, ну, и на самом деле у нас действительно очень уже время завершать программу, но просто хочется напомнить, что есть сайт splendidpalace.lv и учитывая, что каждый день другие фильмы, другое расписание, заходите, посмотрите, чтобы вас устраивало время показа фильма, выбирайте те фильмы, которые вам нравятся, ну, а я говорю большое спасибо, Дайра Абул, и мне художественный руководитель Splendid Palace сегодня баланс. что пригласили. что пригласили.